Их знакомство произошло 12 марта. Только Станислав этого не помнит, потому что был под наркозом. Буквально недавно 62-летнему жителю Калининграда удалили огромную опухоль. Вес ее на момент операции составлял 9 килограммов. Мы удалили не опухоль, а которая, например, с трудом уместилась в эмалированный таз. То есть это был огромный живот. Добраться до опухоли даже впрямую, извините, было невозможно. Даже впрямую. Пришлось специальным разрезом заходить, чтобы ее как-то снизу поднять от аорты. То есть вот все-таки у меня не слабые руки такие. Я ее не мог удержать. Опухоль выросла в брюшной полости буквально за три месяца. Врачи диагностировали, что она доброкачественная. Страшно было только решиться на операцию. А сейчас Станислав не хочет даже вспоминать, какие неудобства и боль приносила тяжелая ноша. Ведь она перекрывала крови пути к жизненно важным органам, что в любой момент грозило смертью. Чувство облегчения неземного счастья пришло сразу. Единственное, что я помню только, когда меня приводили в себя. Когда я помню только после операции, приходи в себя, приходи в себя. И у меня перед глазами взорвался желтый взрыв какой-то. И потом только я уже пришел в себя. Такие операции стали возможны благодаря объединению трех выдающихся учреждений нашей страны. В январе этого года Медицинский радиологический научный центр имени ЦИБА, Онкологический институт имени Герцена и Институт урологии имени Лопаткина стали единым целым – Национальным медицинским исследовательским радиологическим центром. Такое слияние открыло и новые возможности. Теперь с одним пациентом работает целая команда сильнейших специалистов. А значит, и шансов на успешное лечение, и полное выздоровление у человека в десятки раз больше. Вот в этом-то уникальность. Уникальность собрать команду. Ну как, чем уникальна там сборная была СССР по хоккею? Да потому что были собраны из Челябинска, там ребята из Свердловска. Не смотрели откуда, играли все здесь. Конкретно эти врачи специализируются только на сложных случаях. За последний месяц их стало значительно больше. Команда взяла за правило – не отказывать никому. Среди их пациентов – большинство тех, кому отказали в других медицинских учреждениях. Кому не помогли многочисленные операции – химия и лучевая терапия. Зачастую в команде три хирурга, анестезиологи, несколько медсестер. При этом за состоянием пациента наблюдают кардиологи, урологи и при необходимости другие специалисты. Это и называют комплексным подходом, потому как операции длятся до 14 часов. За это время может случиться всякое. А вот это что? ХБ или это? Это было. Еще одна особенность национального центра. Здесь работает система, когда тяжелобольного человека не обязательно привозить в Обнинск. Хирург сам идет к больному. После очередной операции Андрей Каприн отправился в Сибирь, где его ждут новые пациенты. Каждый его день там рассчитан поминутно. И любую такую минуту он будет делать все, чтобы спасти чью-то жизнь. Из командировки чудо-доктор вернется только в понедельник. И сразу на рабочее место, в операционную. Естественно, лечение в начальной стадии заболевания, оно значительно более эффективно. И процент излечиваемых приближается к 95%. Поэтому, естественно, и мы приглашаем на дни открытых дверей. И так в обычные дни поликлиника работает, если говорить об Обнинске, работает с 8 утра. То есть мы готовы, открыты для оказания помощи. Про профилактику любых заболеваний, в том числе и онкологических, говорят сейчас очень много. Здешние врачи уже давно подкрепляют слова делами. Раз в две недели проводят дни открытых дверей. Ближайший запланирован на 4 апреля. Тогда любой желающий может прийти и абсолютно бесплатно попасть к доктору. При себе нужно иметь полис и паспорт. Олеся Хорикова, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКТВ, Обнинск.